Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Добрый Заречный. 70 тысяч рублей на лечение тяжелобольных детей собрали заводчане в ходе благотворительного концерта. Мы всегда готовы помочь тем людям, которые в этом нуждаются. Если хочешь быть здоров, пройди диспансеризацию. Для удобства пациентов зареченские врачи начинают принимать горожан и по субботам. В ходе бесплатного обследования выявляются многочисленные патологии. Основная масса населения у нас подлежит третьей группе здоровья, которых необходимо регулярно наблюдать, которых необходимо лечить или постоянно, или курсами. Опасные маневры. На улице Ленина мотоциклист сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Женщина предположительно получила открытый перелом голени. На скорую помощь доставлена в МСЧ-59. И теперь об этих и других новостях подробнее. Ветеранские организации Заречного и Заводчане активно обсуждают решение временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева о возвращении ветеранам атомной энергетики и промышленности права на присвоение звания ветеран труда. Люди, прошедшие суды для восстановления справедливости, радуются за своих коллег, которым не придется доказывать свое право на ветеранское удостоверение. Они ковали ядерный щит державы. Как бы пафосно это ни звучало, но это полностью отражает суть профессии. Да что там профессии всей жизни зареченских ветеранов атомной энергетики и промышленности. Моя трудовая деятельность практически была связана с разработкой, вернее доработкой, отработкой конструкции, потом эксплуатацией, изготовлением непосредственным, специзделий, разборкой этих специзделий. То есть вся трудовая активная жизнь прошла непосредственно с атомными изделиями. И государство до определенного времени по достоинству оценивало труд атомщиков. По выходу на пенсию люди, награжденные знаком отличия ветеран атомной энергетики и промышленности, могли получить звание ветерана труда с определенным набором льгот и компенсаций. Однако после преобразования федеральных структур в госкорпорацию Росатом почетный знак ветеранов атомщиков стал всего лишь красивым значком. Проблемы, существующие последние 9 лет, они возникли из-за того, что Министерство атомной энергетики, которое было полноценным министерством, сначала было преобразовано в Федеральное агентство по атомной энергии, а затем Федеральное агентство по атомной энергии прекратило свое существование и была создана государственная корпорация по атомной энергии, которая по своему статусу не является ни министерством, ни ведомством. Своё право на признание заслуг зареченским ветеранам Атомпрома приходилось отстаивать в суде. Сотрудник производственного объединения «Старт» Светлана Усанкова уже 35 лет работает на заводе. Так же, как и сотни её коллег, в своё время была награждена ведомственным знаком отличия. Но чтобы получить право претендовать на присвоение звания ветеран труда, ей пришлось пройти через все круги бюрократического ада. Оформили все документы и подали на присвоение. Но получилось так, что очень долго это всё длилось. То есть нам постоянно отказывали. Мы писали везде письма в Москву, губернатору. Но везде почему-то получали отказ. Народу, в общем-то, получилось на тот момент, наверное, человек 200, которые не могли получить. Но потом в судебном порядке всё-таки мы добились своего. На всё про всё, на все наши эти хождения ушло, наверное, года три. И вот теперь всё изменилось. Зареченские ветераны атомной энергетики и промышленности восстановлены в правах. Данный пробел восполнен. Исполняющим обязанности губернатора подписаны изменения в положении. И жители Заречного, имеющие это звание, теперь без суда могут получать в установленном порядке звание ветеран труда. Вот сейчас, к счастью, для всех оставшихся ветеранов атомной промышленности и энергетики, оставшихся в живых, у нас ещё, слава Богу, много, они имеют право сейчас, прямое право, на присвоение звания ветерана труда. Со всеми льготами, которые положены. Я рад за своих товарищей. Я считаю, что этим людям, которые будут получать, им очень повезло, потому что очень многие же бросили этим заниматься. И сейчас они могут всё это восстановить, возобновить и не бегать по этим судам, не отпрашиваться, не мотать там нервы. И всё, спокойно собрать пакет документов и всё это получить. Я очень рада за них. Отныне по всем вопросам, связанным с присвоением звания ветеран труда, «Зареченцам», награжденным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», нужно обращаться не в судебные инстанции, а в городской департамент социального развития. Станислав Корякин, Ксения Тризна, Светлана Гордеева, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Более 70 тысяч рублей собрали за неделю благотворительного марафона «Добрый Заречный» сотрудники производственного объединения «Старт». На городообразующем предприятии организовали сразу несколько акций, в том числе «Добрый концерт». На сцене не профессиональные танцоры, а сотрудники производственного объединения «Старт». Вечером 10 сентября они сменили свои рабочие места на сценические подмостки ради помощи тяжело больным зареченским ребятишкам. По инициативе Совета молодых работников наградообразующим предприятий прошел «Добрый концерт». Мы всегда готовы помочь тем людям, которые в этом нуждаются, и поэтому Совет молодых работников по производственному объединению «Старт» вышли с инициативы, что в рамках акции «Добрый Заречный», которая проходит у нас в городе, на предприятии тоже организовать несколько мероприятий благотворительной направленности, одно из которых – это как раз добрый концерт. Такой концерт молодые заводчане организуют уже во второй раз. Софья Киреева в числе постоянных участников благого дела. Мне кажется, это то немногое, чем я могу помочь. Мое участие в этом концерте – это помощь тем детишкам, которым, к сожалению, я больше ничем помочь не могу, ни за исключением как своим творчеством и материально. Я очень хочу, чтобы они поправились и тоже, возможно, даже со мной вместе пили эти веселые песни. Как играли в волночные игры, как смеялись и проиграли с крыш. По признанию организаторов, желающих принять участие в благотворительном марафоне, среди заводчан с каждым разом становится все больше. Все принимают участие с большим желанием, причем придумываем с каждым годом все новые мероприятия. То есть вот в этом году мы вышивали платочки с надписью «Спасибо». Таким образом благодарили людей, которые отдавали деньги, которые помогали детям. Всю неделю на производственном объединении «Старт» стояли «Добрые копилки». А 12 сентября заводчане организуют выставку продажу изделий декоративно-прикладного творчества. Все вырученные средства будут также переданы на лечение зареченских малышей. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Красота во благо. Под таким девизом 11 сентября работали многие салоны красоты города. В рамках благотворительного марафона «Доброй заречной» здесь собирались средства на лечение больных ребятишек. Вся дневная выручка салонов красоты «Монро», «Софира», «Бархат», «Креатив», «Гламур» и отделы профессиональных средств для ухода за волосами «Бигуди» будет перечислена в фонд благотворительной программы «Дар во благо». Люди специально приходят на эту акцию, записываются. И клиенты уже заранее спрашивают, когда что будет, чтобы они пришли и сделали пожертвования. И были красивыми в этот день. У нас девочки и наши знакомые все, кто что может, печет самостоятельно домашнюю выпечку. И приносят нам. Мы также ее предлагаем нашим клиентам. То есть ее можно купить за небольшую сумму и таким образом сделать пожертвование нашу фонд. Впервые участником «Доброй недели» в Заречном стал Пензенский музей занимательных наук «Реактор». В рамках благотворительного марафона создатели музея привезли и разместили в молодежно-досуговом центре «Ровесник» несколько экспонатов и провели интерактивные экскурсии для школьников и воспитанников детских садов. Вот так ярко и наглядно малыши-детсадовцы знакомятся со свойствами лазерного луча. Не менее впечатляющей выглядят и другие физические явления. Все эти необычные экспонаты – всего лишь часть музея занимательных наук «Реактор». Он создан в Пензе в бизнес-инкубаторе «Татлин». Его задача – увлечь ребят наукой. Такая площадка для детей, где в доступной форме рассказывается абсолютно про все разделы физики. Возможно, кто-то зажигается и проявляет интерес к физике в дальнейшем, а возможно, кто-то даже становится ученым. В наш город музей приехал в рамках благотворительного марафона «Добрый Заречный». Мы достаточно активно участвуем абсолютно во всех мероприятиях в Пензенской области, потому что, во-первых, мы молодые люди, нам это интересно. А во-вторых, мы считаем, что мы делаем правильные дела, и если мы этим занимаемся, мы должны делать добрые дела во всех проявлениях и не упускать такие шансы. Мы старались, чтобы марафон был интересен не только тем, что мы собираем средства для помощи тяжелобольным детям, но и чтобы всем зареченцам он был интересен. Искали и придумывали акции для всех возрастов и всех категорий нашего населения. Ну и реактор мы привезли именно для того, чтобы порадовать юных жителей нашего города, познакомить их с занимательной физикой. Знакомство с серьезной наукой больше напоминает игру. Здесь экспонаты можно трогать, а участниками экспериментов становятся все посетители музея. Мне понравилось именно играть на тех пианинах, где антенка. Мне понравилось. Там, когда вот так вот делаешь, приходит звук. Мне больше всего понравилась голограмма. Это когда человек, но до него нельзя дотронуться. А здесь какая была голограмма? Из свиньи. Я увидела впервые пианино, где не надо нажимать на кламиши. Я еще в первый раз увидела, что как вообще прожигать можно лазером билеты. Все посетители музея, расположившегося в молодежно-досуговом центре ровесника, делали благотворительный взнос. Все собранные средства организаторы экспозиции передали в фонд помощи тяжелобольным детям Заречного. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Благотворительный марафон завершится 12 сентября на Большом городском празднике в фестивале флористики и ландшафтного дизайна. Второй год «Заречный» доказывает, что по праву носит звание «Город-сад». В эту субботу пройдет второй фестиваль садов и цветов «Заречный в цвету». В этот раз участников будет еще больше. Они разместятся по всей территории зоны отдыха «Солнечная». 12 сентября здесь можно будет поваляться в стогу сена, продегустировать блюда различных национальных кухонь, полетать на воздушном шаре, получить свой портрет, купить посадочный материал, сфотографироваться рядом с цветочными арт-объектами участников конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». У нас в городе есть жители, которые выложили на своих придомовых территориях большую бабочку, и они будут сделать, здесь воссоздавать огромную бабочку из цветов, рядом с которой можно будет сфотографироваться, на которую можно будет лечь. Здесь будет платье из цветов, здесь будут различные фотозоны, за которые можно присесть, около которых можно вставить, в которых можно войти. Программа праздника рассчитана на целый день. Развлекать зареченцев и гостей будут лучшие инструментальные, танцевальные, вокальные и цирковые коллективы города. Начало фестиваля в 10 часов, в субботу, 12 сентября. О последних часах подготовки к фестивалю «Заречный в цвету» и о том, что ожидает горожан и гостей «Заречного», мы поговорим с одним из организаторов праздника, специалистом городского управления общественных связей Еленой Карпенко. Интервью в студии сразу после рекламы, а пока к другим новостям. Теперь о происшествиях. ДТП, в котором пострадал человек, произошло 11 сентября в центре города. В 16 часов на улице Ленина сбили женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Несовершеннолетний водитель мотоцикла, не имеющий прав управления, ехал по улице Ленина со стороны улицы Зеленой. Автомобиль ВАЗ-2112 остановился на левой полосе для того, чтобы пропустить с пешехода. И мотоцикл двигался, предположительно, по этой же полосе. Стал обгонять данный автомобиль. И, не заметив пешехода, совершил на него наезд. Женщина, предположительно, получила перелом, открытый перелом голени. На скорую помощь доставлена в МСЧ-59. В данный момент по факту ДТП проводится проверка. Зареченские врачи с 12 сентября начинают прием пациентов, подлежащих диспансеризации, еще и по субботам. Теперь те, кто не может в будние дни пройти бесплатное, расширенное медицинское обследование, смогут сделать это в выходной. По данным медиков, в этом году диагностику прошли около 5000 зареченцев. У многих были своевременно выявлены тяжелые патологии, о которых люди даже и не подозревали. Вовремя поставленный диагноз помог справиться с болезнью. Кто может воспользоваться бесплатными услугами врачей и как это сделать, расскажет Елена Степкина. В этом году подлежат диспансеризации 11,5 тысяч зареченцев. Обследования могут пройти граждане старше 21 года. Возраст обратившихся должен быть кратен трем. За 8 месяцев этого года диспансеризацию прошли около 5000 человек. Приблизительно 10-15% лиц абсолютно здоровых. Примерно около 20-25% выявляются лица второй группы здоровья, то есть не страдающие значимыми хроническими заболеваниями, но у которых есть предрасположенность к хроническим заболеваниям. Это повышенный холестерин в крови, у кого обнаружен избыток массы тела, отягощенная наследственность. Основная масса, конечно, населения у нас подлежит третьей группе здоровья, которых необходимо регулярно наблюдать, которых необходимо лечить или постоянно, или курсами. В зависимости от возраста пациента ему назначается необходимый перечень исследований. Всем, кто решит пройти диспансеризацию, в первую очередь необходимо обратиться к терапевту. Он оформит необходимые документы и выдаст маршрутную карту. В ней указан перечень обследований. Как правило, посетить всех врачей-горожанам удается за один день. Большинство зареченцев, подлежащих диспансеризации, стараются вовремя пройти обследование. Я проходила в прошлом году. Так, конечно, надо проходить. Для чего? Для того, чтобы знать, какое твое здоровье, чтобы найти идею и пораньше лечиться. Я в прошлый раз быстро прошла, где-то за полтора дня. Я прохожу регулярный медосмотр на заводе. Этого хватает? Этого хватает. А чего не хватает, добираю. Конечно, нужно проходить. В прошлом году я проходила, а сейчас нужно еще пройти. Для удобства горожан специалисты взрослой поликлиники проводят диспансеризацию по субботам. С 12 сентября врачи будут ждать всех, кто желает проверить свое здоровье. Горожане смогут сдать все анализы и пройти необходимое обследование. Пациентам старшего возраста предоставят микроавтобус, чтобы добраться до диагностического отделения медсанчасти для прохождения дополнительных исследований. Специально организовываем отсюда до диагностического отделения для удобства, чтобы люди сразу могли проехать и сделать УЗИ. Для прохождения диспансеризации горожанам при себе нужно иметь паспорт и страховой полис. В субботу пациентов будут ждать с 8 до 10 часов. Все, кто придут в это время, успеют сдать необходимые анализы. А пройти обследование у специалистов поликлиники можно будет до 13 часов. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Комплекс отдыха на Зареченском роднике снова открыт для горожан. В июле здесь был пожар, в котором полностью сгорела деревянная беседка. Силами управления природными ресурсами и городских предпринимателей зону отдыха реконструировали. Зареченские экологи провели здесь субботник, привели территорию в порядок. А рядом с родником появилась новая беседка и удобные лавочки. История предыдущей беседки «Жизнь» была достаточно короткой, всего-навсего 10 лет. Очень хотелось бы верить, что эта беседка проживет очень долго. Почему? Потому что, во-первых, вся древесина обработана специальными растворами, противогрибковыми, противопожарными. Но единственное, что только хочется верить в добрые отношения тех людей, которые сюда будут приходить. И о спорте. В Москве стартовал традиционный кубок президента Российской Федерации по самбо. В турнире участвует воспитанник Зареченской школы самбо, заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион мира Алексей Харитонов. Он выступает в весовой категории до 82 килограммов. Участников и зрителей открытие кубка президента России приветствовал глава государства Владимир Путин. Он отметил, что в девятый раз эти соревнования объединяют спортсменов, представляющих силовые структуры России. Дарят настоящий праздник и участникам, и многочисленным любителям этого популярного вида спортивных единоборств, который воспитывает высокие морально-волевые качества, стойкость и выносливость, самодисциплину и упорство в достижении поставленных целей. Кроме того, президент рассчитывает, что все участники хорошо подготовились и продемонстрируют свое мастерство, выдержку, командный настрой, цитирует пресс-службу Кремля РИА Новости. Вернемся в студию новостей сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Я живу не только для себя. Внуки – моя радость. И даже такие проблемы, как артроз и остеохондроз, не пугают меня. Чтобы снять боль, воспаление и наслаждаться жизнью, я выбираю Алмак. Только до 15 сентября успейте купить Алмак по летней цене в аптеках Фармтрейд и в Центральной аптеке. Прайм – магазин электроники твоего города. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Елена Карпенко, специалист Управления общественных связей города Заречного, один из организаторов второго фестиваля «Заречный в цвету». Добрый вечер, Елена. Здравствуйте. Елена, как проходят последние часы подготовки к завтрашнему грандиозному фестивалю? Ну, они еще пока не последние. Все очень активно. К нам приехали наши московские друзья. Это компания Zeta. Они также выставляли свой выставочный модуль на Moscow Flower Show. И сейчас они приехали в наш город. Они презентуют свой небольшой садик, в котором жители могут купить различные растения. Уже первые граждане, кто проходит, они уже спрашивают, узнают, прицениваются. Завершаются все установки. И начинается непосредственно декорирование всех павильонов, модулей и так далее. То есть вам еще работать всю ночь, готовить фестиваль? Я думаю, что мы встретим рассвет вместе. Но так. Каждый год. Елена, скажите, пожалуйста, еще раз вот хотелось бы поговорить в понедельник. Мы об этом говорили уже. И еще хотелось бы поговорить о том, что же завтра ждет зареченцев и всех гостей города. Во сколько начнется фестиваль? Какие будут площадки? Кому приходить? Когда? Во сколько? Вот об этом, обо всем. О завтрашнем фестивале, который откроется в 10, по-моему, да? Откроется. В 10 начала фестиваля, но сама церемония открытия, она стартует в 11 часов. И далее начнут работу различные площадки. Я сейчас буду рассказывать то, что наиболее интересно, на мой взгляд. Одним из самых интересных ярких моментов, как мне кажется, это будет воздушный шар. Любой житель нашего города может абсолютно бесплатно прокатиться на воздушном шаре. Где это будет? Это будет на пляже. Зона отдыха солнечная. Пляж. Подходите, занимайте очереди, катайтесь, наслаждайтесь видами. Абсолютно бесплатно. А также, как мне кажется, очень интересно, это лодка и катамаран. То есть те, кто не любит воздушный шар, кто боится высоты, может в длину прокатиться по водной глади и как-то разнообразить свою прогулку. Елена, что еще ожидает тех, кто придет на фестиваль с уже заранее таким настроем для того, чтобы увидеть там что-то для своего двора? Увидеть там что-то для своего, например, приусадебного участка? Вот об участниках конкретно фестиваля садов и цветов что вы можете сказать? Ну, тут, конечно же, наверное, в первую очередь интересен эко-маркет. Эко-маркет это, если обычными словами говорить, это продажа саженцев. Это продажа кустов, это продажа клубни, это продажа каких-то маленьких отросточков. К нам приезжают, как всегда, гости из Мичуринска, к нам приезжают гости из Саратова, приезжают гости из Тамбова. Пенсинские фирмы представлены очень, мне кажется, широко, полно и практически все у нас участвуют. Поэтому приходите. Но я хочу предупредить, у нас будут активные дачники, которые с утра будут идти на проходную, чтобы уехать на дачу. И мне кажется, если вы хотите успеть самое лучшее, приходите к нам к 10 часам. Вот тогда вы получите самый-самый сок. Елена, а что можно сказать о том, что там ждет разные возрасты жителей? То есть можно ли туда приходить с детьми? И еще раз вот хотелось бы спросить, можно ли туда приходить молодежи, будет ли там интересна молодежь, а не только бабушкам и дедушкам? Ну, конечно. Например, я начну сначала с детей. Если у вас есть маленький ребенок или ребенок-подросток, наверное, самое интересное, это будут батуты, это будут аниматоры, это будут различные мастер-классы по изготовлению мелких игрушек, это аквагрим, это сахарная вата. Это, не знаю, многочисленные развлечения. Для подростков, как мне кажется, они уже самостоятельные, они уже взрослые люди, им интересно попрыгать. Так вот, там будет сенофест. И вы можете отпустить детей совершенно спокойно, прыгать, нырять, купаться. Но я понимаю, что сено – это как бы тоже на любителя, объективно. Также для подростков там будет сушка. Сушка уже второй раз проводит в нашем городе, проводит ее ровесник. В этом году они обещали расширить свою программу, они обещали какие-то новые мероприятия, внутри мероприятия. Потому что фотографируют очень много подростков, все выкладывают, делятся в социальных сетях, ну, почему бы не делать это в другом немножко формате. Ну, вот на это, собственно, и нацелена сушка на обмен, на опыт, на вдохновение, на обмен, на опыт, на вдохновение. Как мне кажется, еще будет интересно различные фото зоны, но они больше, мне кажется, для девочек интересны. Потому что все же хотят себе красивых фотографий. И, например, у нас одни жители будут делать стол. Стол оформлен в свадебном стиле. И девушка может присесть, почувствовать себя немножко невестой, подружкой невестой. Ну, это же многие хотят, мне кажется, и получить красивые фотографии. Будут прекрасные фотостены. Есть фотостены, перед которыми нужно совать. Есть фотостены, в которые нужно входить. Есть фотостены, с которыми нужно контактировать. А вот как именно вы приходите на наш фестиваль, увидите, узнаете. Елена, и до скольки продлится все вот это вот действие, чтобы как-то рассчитать уже свой выходной день? Понятно, что лучше его провести там. И о том, как его лучше провести, мы еще чуть-чуть поговорим. Но вот сейчас все-таки о том, как же будет это проходить, во сколько лучше с кем приходить? Ну, я думаю, что если вы дачник и любите саженцы, приходите к 10 утра и раскупайте, собственно, рассаду. А если вы семья, есть у вас маленькие дети, приходите в обед, приходите к часам к 11, к 12. То есть вот к 11, к церемонии открытия и... Посмотрите ее, перейдете, например, в цирк, потрясающее цирковое представление с детьми, посидеть, посмотреть, мне кажется, очень интересно. А если вы школьник и самостоятельно и после уроков решили пойти, как, в общем-то, поинтересоваться городской жизнью, приходите в обед. То есть прямо к часу, спокойненько, после последнего урока, я думаю, ну, 6 уроков не у всех, но как-то вот к 2 тогда подходите. Вы успеете поучаствовать во многих мероприятиях, потому что само закрытие фестиваля в 5 вечера, сам он официально закрывается в 7, но даже после 7. Клуб стратегического развития, так как он проводит неделю добрых дел и заключительное мероприятие именно в нашем фестивале, будет устраивать кинопоказ. То есть вы все равно для себя что-то найдете. В какое бы время вы ни пришли, будет работать вся или иная площадка, будет то или иное действие происходить. Потому что, например, есть уличные театры, и они будут разбиты в течение дня. То есть кто-то увидит их утром какие-то, кто-то увидит днем, кто-то увидит вечером. Ну, театралы, наверное, те, кто постоянно ходит в тюз, они могут с утра и до вечера и наслаждаться. Елена, у нас, к сожалению, время эфира крайне ограничено. Насколько я знаю, там будет где поесть, там будет где присесть, то есть все это будет организовано, да? Конечно, еда у нас в этом плане в этом году очень разнообразна, потому что кто-то любит шашлык, кто-то любит что-то сладенькое. То есть это пончики, блинчики, ассетинские пироги. У нас есть в городе вегетарианцы. Есть люди, которые приверженцы натуральной пищи. И вот для них будет, собственно, представлена вегетарианская кухня. Изюминкой, мне кажется, станет восточная кухня. Тоже очень интересно. Почему бы не разнообразить свой рацион? И те, кто любит сэкономить, приходите. Будут бесплатные дегустации. Причем дегустации и напитков, и какой-то, ну, закусочки небольшие. Елена, и в завершение буквально два слова. Вот вы готовите этот фестиваль. Вы видите все это изнутри уже на протяжении долгого времени. И сейчас вот финальные у вас часы приготовления. Скажите, пожалуйста, будет интересно? Ну, мне-то интересно, да. Мне интересно, что из маленькой идеи стольких людей, потому что команда потрясающая, команда большая. Что в итоге получится? Каждый отвечает за свою часть. И как это все срастется, как это заработает, как это будет с друг другом взаимосвязано. Да, взаимосвязано. Как это все в итоге получится? Я знаю точно, что мне будет интересно посмотреть. Я знаю точно, куда я пойду. Я знаю точно, что я буду, мне кажется, с начала фестиваля, до последней минуты там. И мне очень хочется, чтобы люди увидели эту работу, этот труд людей, этот труд обычных женщин из КБУ, обычных из ЖСКХ плотников, которые столько труда, столько любви вложили во все это. Мне кажется, это стоит прийти и посмотреть. Итак, до встречи завтра, 12 сентября, в субботу, в зоне отдыха «Солнечное» в парке Лермонтово, на фестивале «Заречный цветов». Спасибо, Елена, за участие в нашей программе. Всего вам самого доброго. Спасибо большое, что пригласили. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. И вам всего доброго. И до встречи на канале «Заречный». Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Новейшее высокоточное оборудование. Надежное программное обеспечение. Высококвалифицированные кадры. Все это – залог успеха пластиковых окон компании «Ремстрой». С компанией «Ремстрой». С компанией «Ремстрой» Субтитры создавал DimaTorzok